друзья добрый день с вами мария карпинская студия новое планетарное телевидение и сегодня у нас тема так извините сегодня у нас очень интересная тема которая называется так не такая как все это очень важная тема которая всплывает на протяжении веков времен и тысячелетий не такая как все и за то что не такая как все будешь получать по полной будешь унижена оскорблена раньше убита уничтожена размазана и так далее почему такое происходит и что это кто такие эти не такая как все женщины и среди мужчин тоже бывают не такие как все но им больше прощает потому что они мужчины а вот женщины не такая как все это капец ну и я хочу немножко обратить ваш взор и кто захочет посмотрит есть такой китайский многосерийный фильм его до конца еще весь не посмотрела называется воины феникса или этом ушуань там небесная какая-то слеза вот это фильм когда показывают вообще есть почему-то сейчас китайцы воспроизводят какие-то фильмы в которых все время древние времена императоры один император гарем куча наложниц таких курочек которые между собой дерутся за одного петуха и там вот это все очень здорово можно увидеть то есть вот они могут друг другу конечно всякие гадости делать и все но особливо ненавидели и тогда и сейчас тоже как бы вот не очень любят но сейчас правда время уже другое именно таких женщин про которые говорят она не такая как все что же это такое не такая как все ну вот как раз раз уж говорить опять возвращаемся к лилит к роду лилит и роду евы его много лилит 1 до ев очень много эти женщины рождаются это какой-то особенный рот который рожден по определенным одним правилам да и вы можете описать сами себе и даже себе посчитать вы кто ела или вас есть частица лилит или она есть но спит мне кажется в каждой женщине как мне в израиле одна женщина сказала лилит это душа бога это любовь и в каждой женщине должна быть вот это вот капелька душе лилит но к сожалению очень многие женщины так проживают свою жизнь так и не вскрыв себе этот образ и вот очень хороший я не знаю почему называется воины феникса этот фильм он есть в ютубе вы можете его посмотреть но вот среди всего там кодлы этой которые там бесчисленное количество наложниц там есть абсолютное зло это матушка вот этого императора есть там брат князь очень такой необычный потому что он рожден от наложницы которая тоже она вот как бы она судя по всему с светлая сила с никого феникса она птица феникс воскресающий из пепла обладающий какими-то определенными способностями вот и и и естественно убивают топят потому что она не может жить такая и на ее место прибывает с очень тяжелой судьбой у которой убили всех остался только брат и она девушка там из какого-то рода которые вырезали 120 родичей вырезались или 140 я не помню неважно и она прибывает в этот гарем сначала в качестве танцовщицы но потом император к ней присматривается и в нее со всей дури так скажем глубокой первой любовью возможно влюбляется и сам император и князь и почему этих женщин все время убивают потому что на самом деле те женщины которые назовем их как вот имеют от рода евы и которых не пробуждена энергия лилит они все время ищут земных благ земной любви земной именно может быть там есть идеалы какие-то но это земная любовь и вот там они бегают вокруг этого императора их много и они так мечтают чтобы он переспал с этой переспал стой боже ты мой но император там достойный показан ты князь достойны и в общем больше не кого любить потому что все остальные слуги но вы знаете чем хорош этот фильм вот для тех кто будет его смотреть и для женщин и для мужчин вы немножко начнете разбираться в генах и культуре китая голубинной да какие что заложено у них в генах и вот это вот культура культура поведения как ведут себя женщины да они за спиной могут но они приходят они вот все так склоненные стоят вы увидите эту жесткую культуру которая видимо и породила совсем такую вот китайскую нацию и поэтому уже нам обижаться не приходится но китайцы говорят о нас что мы не люди вовсе потому что мы бескультурные очень потому что мы вот как бы росли сами по себе свободные вообще на территории россии судя по всему все дети они дети отца правнуки там до считается но не совсем отца но это наверное все таки здесь очень много детей от лилит вот и я думаю что вот эта энергия лилит которая такая необузданная изначально видимо была вот она как огненный вулкан она и проходила свои этапы становления вот в этом допустим гареме там появляется вот это вот девушка до которая потом становится первой дамы которую влюбляется сам император влюбляется князь и конечно ее ненавидят потому что она бельмо на глазу и император и князь понимают и все те кто там гареме находятся понимают что она не такая как все и как только они это понимают они хотят ее жить со свету вот просто раз ты не такая как все все мы тебя ненавидим и это на самом деле это ужасно вот это продолжалось на протяжении тысячелетий и веков но вот это такие девушки энергия лилит она спускалась на землю много-много раз я уже говорила что имен матери богини более 300 тысяч известных а сколько неизвестно она была везде она организовывала цивилизации она создавала все но когда она спускалась вот я подумала про себя когда я смотрю этот фильм сейчас я думаю почему я его смотрю продолжаю смотреть обычно если мне что-то не нравится я сразу закрываю и перестаю смотреть фильм потому что я понимаю что это не мое и мне это не интересно а тут я этот фильм смотрю внимательно очень так же как вот повстречавшая дракона но это просто были заданы ряд вопросов про которые вам говорить естественно не буду с такими просто уже взываниями туда и мне вот попался фильм повстречавшая дракона и он дал ответы на все те вопросы которые меня собственно мучили а потом же пошел вот этот фильм воины феникса потому что птица феникс воскресает из пепла то есть тоже лилита и дети и и и как про матери то есть это особенный рот и мужчин и женщин есть образы лили талантливые все люди они конечно же те кто пишут стихи какие-то великолепные понятно что пушкин это тоже это лилит сын лилит и поэтому 37 лет со сцены убили да лермонтов 27 лет убили ну можно вспоминать бесконечно всех убитых всех сожженных на костре жанна д'арк тоже энергия лилит марина цвета его которая повесилась у нее даже в стихах есть я ведь продолжение лилит то есть она считает свою дочерью лилит праматери все одаренные сверх одаренные люди которые не такие как все их не принимает общество потому что общество в котором мы живем оно погрязло в пороках и вместо того чтобы радоваться что появился не такой как все люди завидывают завидуют ненавидят конкурирует и в конце концов убивают уничтожают или подвергают астракизму и этот процесс вот все идет и идет до сегодняшнего дня кроме конечно наверное индии это единственная страна в которой нет вот этого чувства конкуренции нет этой зависти она отсутствует и там если вдруг ты появляешься в индии и тебя видят да то они радуются тому что они видят вот человека который не такой как все почему я решила сделать эту передачу я по телефону разговаривала с моим знакомым можно сказать но хорошим знакомым из индии который находится работает при правительстве индии при моде и вот я общаюсь сейчас с ним потом я общаюсь с таким бобаром который являет собой киностудию частную при болливуде еще с рядом людей из индии и вот они мне говорят мария я не встречал такого человека как ты мария ты не такая как все мария я не видел такого человека никогда ты вообще живешь совсем по-другому чем все женщины и люди здесь в россии тоже мужчины порой говорили мне что я не такая как все и что я живу какими-то другими принципами опустись на землю сядь на землю что ты там из себя корчишь но и так далее вот там допустим василий пугачок с которым мы написали поэму диалог души и создатель молодой парень он тоже сказал что сначала не понимая он говорил ты не человек ты какой-то монстр ты монстр и в общем на протяжении я не знаю как вы в себе тоже сравниваете и делаете выводы на протяжении моей вот этой жизни прошлых жизней на протяжении моих прошлых жизней которые я вспоминала мне всегда доставалось то есть это как проклятие такое то есть вот на самом деле быть с энергии лилит пробужденный на душой бога до внутри это здесь в этом мире как проклятое и тебя будут везде тыкать мыкать пыкать но если ты наберешь силу то будут бояться и разбегаться но все равно из-под тяжка будут думать как сделать какую-нибудь гадость и я это наблюдала самого детства честно говоря и я проходила все эти пути бития так называем предательства бития подвохов бесконечных просто невероятно такая женщина и страданий то есть одни страдания которые я претерпела но эти страдания после каждой пытки все испытаний все древней агарок этих глаз наверное эти пытки я вот сейчас думаю они нужны для того чтобы быть испытанной и чтобы проявились вот агарок этих глаз вспомни все и снова память вытопчи чтобы она тому завелась так вот через глаза высвечивается истинная душа и вот проход к этой душе он и делает то что должен делать то есть лилит женщины дочери лилит и мужчины проходят ужасные страдания здесь на земле ужасные испытания их заклевывают как там как белую лебедь черные вороны до заклевали то или коршуны забивают уничтожают это же правда давайте не будем отрицать те кто ком сейчас вспыхнула лилит просто остановите себя в ком это вспыхнула просто код стоп отделите себя вот то что я вам советую всем это отделить свою елу от лилит и вот понять то о чем я сейчас говорю я говорю об энергии божественного огня который должен быть ну собственно внутри каждого человека но когда произошел в этот какой-то удар большой который был послан богами и когда хотели похоронить под вечными снегами и лилит и ее возлюбленную то есть убить и шиву и парвати условия одишак ну парвати которая является воплощением от одишакти до аватаром вот только она в разных именах было и вот в образе этом ее и захотели кукнуть но она начала так как она бессмертно она возрождалась все время то там то здесь то там появлялась то есть правда есть и будет и была этот огонь есть и будет и был и никто не сможет его уничтожить и сколько бы не распинали и сколько бы не жгли а что иисус не от лилит магдалина тоже воплощение кого мы не возьмем кого или коперник или кого всех кого сжигали джордана бруно не оттуда все оттуда или леонардо да винчи микеланджело или леонардо да винчи не оттуда вот они все оттуда ну кому-то удавалось пройти этот путь довольно таки безболезненно или тесла не оттуда оттуда вот они не такие как все но именно эти не такие как все и создают цивилизацию они создают эту жизнь на земле если их совсем уничтожить например что никто бы не появился то есть жизнь без здесь захерела и вскоре бы просто все погасло погасла вся жизнь перестали бы и растения размножаться и животные закончились бы все закончить и люди бы тоже закончились я в этом абсолютно уверена и тут даже не надо что называется к бабкам ходить и так все ясно и так чем больше людей пробудятся и почувствуют в себе эту искорку вот истинной женщины истинная женщина вот все-таки кто захочет познать это побольше вот это воины феникса да ушуань небесная слеза в ю тубе этот китайский фильм многосерийный там толик 30 чем-то серии я еще до конца не досмотрела посмотрите обязательно приглядитесь к этой женщине ну там все красивые девушки да но чем же она отличается чем она так хороша она хороша своим характером своей индивидуальностью потому что если брать всех их то они ну да они разные на внешность но они безлики у них нет своей вот такой индивидуальности природной как говорят самородок да вот лилит это такой самородок можно сказать и и конечно она очень сильно отличается там тоже героиня мейю потом госпожа ме ушуань имя да она почему небесная слеза она и мать вот этого принца такая же она катастрофически отличается от всех остальных и конечно же они это видят и отличается она не не внешностью там или какой-то одеянием она одевается проще всех ведет себя проще всех она отличается характером то где не могут выстоять вот эти вот все женщины наложницы гарема и они там просто западают на мужике на этом на императоре просто западают она она нет она не западает и обычно мужчины это любят тех кто не бегает за ним не западает понимаете кто ведет себя независимо вот я могу сказать что я никогда не стремилась там каким-то мужчинам про меня всегда говорили что она синий чулок что она ищет какого-то принца на белом коне ну и так далее это разговоры людей говорили говорили что она сумасшедшая про меня говорили в институте еще челкнутая какая-то не от мира сего и даже те кто хочет побольше узнать вот там вот есть он у нас на первой страничке ютуба канала кто такая мария карпинская там мнение разных людей начиная со школы института и дальше по жизни да и все они говорят примерно одно и то же кто-то говорит мария факел мария огонь индийские учителя приехавшие в гости говорят мария вот этот огонь в ней есть этот огонь то есть на самом деле этот огонь и есть огонь лилит и те женщины которые чувствуют в себе это все вот это трепетание этого огня они должны его пробудить а что пробудить вы знаете вот ситуации ведь на самом деле как проявить характер да вот как узнать кто ты вот если поставили всех одинаково да а дели в одинаковые одежды и сказать но у кого вот такая крутая индивидуальность у кого характер такой мощный а черт его знает все же одинаковые стоят а вот если возникают ситуации разные где крутятся какие-то люди тут то все и начинает определяться кто есть кто кто просто одежды одел и из себя чего-то корчет а кто в ситуации показывает свою индивидуальность и свой характер мощный сильный непобедимый и такая женщина конечно же не только равна мужчины в сегодняшнем времени такая женщина всегда сильнее мужчин мужчин перед ней просто обычные просто маленькие дети которые которые просто жалко вот то что я тоже чувствую вот и всю свою жизнь я начиная с шести лет вот это все ощущала да то есть ну я уже была рожденный такой и только в себе эти качества отрабатывала и вот я думаю я смотрю сейчас этот фильм воины феникса почему я смотрю и вот где из тех героинь что там есть я могла жить в китае и кем я быть могла и я понимаю что я могла быть только наложницей юшуань то есть это многие люди говорят вот как вспомнить прошлой жизни ну как это сделать толчку должны быть как говорят толчки какие-то вот такие вот фильмы специфические которые подвигают тебя и дает возможность тебе увидеть где же ты была на чем месте бегала ли ты за императором и лизала ему пятки или за князем или ты была абсолютно независимой и имела какие-то свои внутренние взгляды которые коренным образом отличались от взгляда всех других людей и поэтому взять такую женщину не так просто невозможно и поэтому так не доставайся что и никому есть такой принцип так не доставайся что и никому я точно знаю что жану д'арк сожгли на костре не потому что вот ее там продали или предали а потому что перессорились между собой там король который хотел с ней переспать там этот кардинал и еще вот это на начальник этого войска которым она заведовала я их вот просто точно знаю и они все между собой так вот не доставайся что и никому вот так и вышло так не доставайся никому потому что мужики между собой конкурируют уступить друг другу они не могут они же самцы вот самец хочет чтобы такая женщина принадлежала только ему и больше никому и поэтому идет битва постоянная битва за таких женщин вот их очень немного но сейчас слава богу такое время когда собственно у власти во всем мире стоят не какие-то там мощные сильные такие вот развитые сущности стоят те кого легко соблазнить кого легко соблазнить просто телом вот и кто соблазняется телом но притягательность лилит энергии невероятно и почему вот там ее поцелуй приносит смерть да потому что если лилит даст свою любовь кому-то земному он просто это не выдержит и это правда это точно совершенно либо он должен быть трансформироваться и стать совсем другим человеком либо он будет разрушен и никогда не будет счастлив и та женщина которая является как лилит она это прекрасно знает и потому никогда отвергает от себя всех земных мужчин я даже вот знаю я из своего опыта говорю Марина Цветаева вляпывалась она вот знаете мне я вот ее то хорошо знаю прочитала все ее стихи как она вляпывалась вообще черти в кого то есть она не могла она была только продолжением энергии лилит но не сформированная такая чтобы уже быть независимой чтобы все видеть насквозь и она вляпывалась мужиков со страстями которые ее жутко предавали вот изначально поехав туда или сюда допустим многие мне спрашивали а что ты там как же так ты все отдала Виссариону поехала в Сибирь а на самом деле ты с ним не спала я говорю нет естественно но я видела кучу его наложниц с которыми которые еще бегали ко мне разбираться и я не хотела ни с кем из тех с кем и Мегрея и Виссарион я ни с кем из них не желала ложиться в постель потому что мои представления о сексе и о любви это разные и наверное у лилит всегда есть такие как это сказать внутренние очень такое понятие большое о вечной любви вечная история вечная любовь любовь которая проходит и тянется сквозь века и когда такая любовь внутри твоей души есть то зачем же тебе все остальное и все земные мужчины они просто ну как то сказать для меня вот это все ну не подходит даже вот и а многие ведь женщины которые вот как Ева они ой лишь бы за кого выйти замуж ой лишь бы замуж выйти так же было и так же есть но сейчас уже вот знаете что мне нравится сейчас вот молодые девушки которых я знаю они совсем другие вот в них уже есть эта энергия независимая энергия а что-то такое сделали что же такое это Ева я много раз себе вопрос этот задавала это же вот какое-то подчиненное рабское существо это рабство то есть когда женщина добровольно отрекается от этого от этой энергии лилит и отдает себя вот только телу служению там мужчине и служению телом потому что я вообще считаю что вот наше тело это есть Ева может я ошибаюсь а вот то что нас внутри божественный огонь если он пробужденный то это и есть энергия лилит но к сожалению на протяжении вот этих веков вы же понимаете сколько было пробужденных женщин единицы и то их на кострах жгли да или там их уничтожали всегда всегда вот но в основном это были если они были известны то можно про них было сказать шлюхи известны да которые имели красивое тело и торговали своим телом или манкировали своим телом манипулировали мужчинами с помощью своего тела и вот или и брали бразды управления в свои руки вот в фильме воины феникса там есть матушка которая собственно все у нее пешки она подчиняет всех такое абсолютное зло на самом деле вот это вот такая абсолютная Ева подчинившая себе всех и вся и управляющая всеми и сыном манкирующая манипулирующая ну всеми и кто ей не угоден она убирает и ненавидит тех кто не такой как она то есть это абсолютная такая Ева уже во всей красе то есть что такое Ева это только тело и ум тела все больше ничего нету в котором заключены все пороки зависть корысть жадность ну вот все эти да ревность свет мой зеркальце скажи да всю правду расскажи яль на свете всех милей вот с той же оперы понимаете вот это это присутствовало во всех произведениях исторических если вы начнете их изучать то есть это было всегда в истории и сегодня мы тоже можем видеть но сегодня может быть в такой хотя нет почему же те кто пытаются проявлять себя как женщины огня и на поверхность выходят сегодня их совершенно точно убьют затопчут там я не знаю сделают все что угодно вот и поэтому сегодня сама энергия лилит она уже приобрела не такие не такие формы то есть на самом деле эта энергия совершенствуется она из века в век проходит какие-то испытания да такое вот как бы ограничения как у меня есть в стихах мой господь как мне познать твои ограничения как мне приблизиться к тебе к тебе чтобы приблизиться к тебе нужно познать твои ограничения и поэтому энергия лилит чтобы достать своего возлюбленного который находится где-то в глубине ее души она должна познать очень множество ограничений и я задала себе еще раз вопрос могла бы ли я быть той женщиной которая вот там госпожа которая не такая как все которую все затыркивали с характером мощным с индивидуальностью да конечно и никакой другой я не могла бы быть вот этой матерью которая носительница зла почему-то потому что те кто имеют внутри себя энергию лилит пробужденную они не могут быть злом просто не могут а те кто извиняюсь тут звоночек я пока не буду поднимать а те кто имеют энергию его можно сделать кем угодно вот лишить человека божественного огня остается только тело и ум и можно все что угодно любое зло через это все вытащить любое вот оно источник зла да а лилита это немножко другое она никогда не могла бы стать такой как матушка никогда хотя по ведам и пуранам она становится кали и маха кали маха кали это уже хозяйка времени да которая владеет временем а кали та которая убивает демона демона убивает и во мне есть эта сила способная убивать демона кали во мне есть но лилит это действительно любовь душа бога и поэтому любой император который стремился в то время к чему-то такому более высокому к поиску конечно он же чувствовал что вот оно то о чем он мечтал я помню как много мужчин на протяжении жизни у меня было очень много тех кто претендовал на мою руку сердце там и они встречаясь со мной разговаривая понимая в разных ситуациях они говорили ну вот же ты же моя мечта ну они говорили ты моя мечта но они то не моя мечта потому что я всегда куда-то куда-то за предель я стремилась туда далеко где совершенно другое то есть я искала вот эти качества я не искала это там ни внешность никогда да по мне поставить там молодых кучи красивых мужчин мне по нолям они все я не реагирую на тему и никогда не реагировала хотя был момент когда мне нравилась какая-то земная сила но в принципе мне ничего не нравится из земного я ищу небесного а небесного как я уже говорила это вот эти внутренние качества дорогие женщины я вам желаю не обольщаться естественно потому что очень много женщин где-то что-то прочитала у нее раз там о это мое и попадаются на удочку сначала разберитесь со своей душой где вы что с вами и пробуждаете в себе постепенно пробуждаете энергию бога вот этот вот ген бога имя которому ну я просто сейчас вот это называю лилит и сыновья лилит тоже обладают я уже говорю какой-то необычной силы но они не выпячиваются вы знаете вот если человек допустим знает кто он ему не надо там ходить и кричать или отращивать какие-то одежды бороды одевать что-то какие-то дурные одежды какого-то другого времени и ходить ну это просто даже цирк какой-то да вот там я помню мне звонила там Женя что-то про Марию Деви Христос вспомнила с 90-е годы вот она одевала какую-то диадему какие-то белые одежды какой-то там посох и что-то там ну это же цирк это театр зачем театр тот кто внешним показывает что он кто-то тот никто просто все игры закончены никто а ищите не внешне не вот эти одежды не вот это вот телесное все ищите внутреннее качество а внутреннее качество можно увидеть только событийности проявлениях вот кто-то там есть из таких кто из себя крутого корчит Иисуса Христа или кого-нибудь Божью Матерь подойти и сказать а помоги мне вот это и если этот человек скажет иди ты даже не заметит тебя вот так горделиво высокомерно от тебя отвернется значит никто он и звать его никак так и знаете все эти горделивые которые отворачиваются или которые набирают себе только рабов и рабынь это все пустое мэрию как говорят ты лучше посмотри на мою лошадь вот поэтому ищите ищите в себе когда вы откроете эту простоту этот огонь душевный эту энергию лилит в себе тогда вы увидите и тех кто вокруг вас такие же и будете видеть кто такие а кто не такие понимаете да? наверное я никого не обидела но если еще раз я уже для того чтобы не обижать никого я вообще так вот всегда нивелирую что-то всегда стараюсь как-то чтобы никого не обидеть и говорю что тело физическое с его умом у любой женщины это лилит ой то есть извиняюсь это Ева а огонь который есть внутри это лилит если взять Марину Цветаеву она была красивая симпатичная женщина но мы особенно не циклимся мы даже не запоминаем ее внешность почему? потому что когда мы начинаем читать ее стихи мы видим вот это ее огонь и нам не интересно как она выглядит мы не рассматриваем ее одежду в чем она одета вот я помню когда был такой период когда ко мне приезжали разные мужчины и беседовали со мной как с мудрой женщиной это было еще много лет назад да и сейчас это происходит они мне говорили знаешь Мария а мы никогда не замечаем когда мы слушаем тебя мы даже не замечаем как ты выглядишь какие на тебя одежды сколько тебе лет это стирается вот что такое та которая не такая как все и слава Богу в этом времени в этом времени вот я не знаю как другим но вот я про себя могу сказать что есть хотя бы какая-то возможность не участвовать не быть потому что все время посылалось на землю для того чтобы быть где-то там у вершин да власти земной и вот какое счастье когда ты находишься не в земной власти вне системы вне всего при этом ты не можешь не действовать и поэтому я вся в действии все равно все равно продолжается действие и я уже вам говорила сходите на мой сайт mptm.ru новое планетарное телевидение и вот какие а и вы увидите все то что вы хотите или ли 12.ru все спасибо всего доброго с вами была Мария и и и и и